Все на лёд. На центральном стадионе профсоюзов состоялись городские соревнования по конькобежному спорту. Они прошли в Мурманске благодаря принципиально новому качеству льда на стадионе. Долгое время эти состязания в городе не проводились. Впрочем, новые условия уже успели оценить не только спортсмены, но и любители массового катания на коньках. Спортсмены из 4-й мурманской детско-юношеской школы с энтузиазмом рассекают по новому льду на центральном стадионе. Возрастные группы от 9 лет и старше. Дистанцию 500 метров в два круга проходят за считанные секунды. Ведь когда качественный лёд, то и скорости выше. Лёд шикарный, мне нравится. Сегодня начали соревнования, наверное, самые лучшие, которые были. Почему? Ну, потому что лёд лучше намного. Это рождественские наши старты по конькам. Здесь же проводятся отборочные соревнования к первенству области. И в конце декабря мы уже будем дальше отбираться для зональных соревнований. Конькобежный спорт является опорным видом спорта. У нас были неплохие результаты наших конькобежцев. У нас достаточно много медалей чемпионатов России. Сейчас взрослая команда региона находится в Коломне. Через неделю она примет участие в очередном чемпионате России. Более того, организаторы обещают, что привезут в Мурманск члена сборная Руслана Мурашова и Павла Кулижникова, неоднократного чемпиона мира, лидера команды, мурманского студента, который в этом году был назван лучшим спортсменом Заполярья. Из-за обильных снегопадов площадь катка на стадионе уменьшилась. В планах руководства в ближайшее время эту ситуацию исправить. Хотим сделать полноценный круг для конькобежцев и увеличим свет, который у нас пока включаем. То, что у нас по требованию есть, увеличить мы хотим, конечно, чтобы было более яркое и качественное освещение. В одном из хоккейных клубов по хоккею с мячом в Швеции была приобретена новая ледозаливочная техника, что позволило кардинальным образом улучшить, во-первых, качество льда, скорость его не только заливки, а именно срезки старого льда, от чего получается такое замечательное зеркало. Кроме спортсменов, принципиально новое качество льда на центральном стадионе оценили любители массового катания. Каток открытся 2 декабря. Тех, кто еще не успел побывать и попробовать новый лед, ждут на центральном стадионе профсоюзов каждой четверг и пятницу с 6 до 10 вечера, по субботам и воскресеньям с 4 до 10. Более того, каток будет работать все новогодние праздники, начиная со 2 числа с 15 до 22 часов.